Скандалы, связанные с заболеваниями и даже гибелью солдат-срочников, для российской армии нынешнего образца, к сожалению, не редкость. Многие из этих историй имеют понятный результат. Больные оказываются на госпитальных койках, а проявившие халатность командиры на скамье подсудимых. Но иногда роковые ошибки допускают и военные врачи. Именно это произошло с героем нашей следующей истории. Ему вовремя не диагностировали рак. Врачи давали сначала два месяца, что прожить осталось, а в итоге вот пока еще боремся, живем. Главное, то есть уверенность идти к цели. Спустя полтора года после первой нашей встречи в Алексее Яковлеве мало что выдает человек из серьезной болезни. К нему наконец вернулся голос, а ведь не так давно парень мог говорить только шепотом. Причина – рак пищевода, на проявление которого он впервые пожаловался в 2010-м, проходя службу во внутренних войсках МВД. Кушал в столовой, но бывало, что не мог проглотить пищу. Сказали, что танзелита не полежала. Вышел, все нормально было. В октябре вот опять началось. Сказали, что у тебя опять танзелита, пострение. От хронического танзелита пациента упорно лечили до конца службы. Страшная правда – рак четвертой стадии – вскрылась только после того, как молодой человек вернулся на гражданку. Сегодня его мама, Галина Александровна, с ужасом вспоминает то время, когда с сыном случилась беда. Это бессонные ночи, это злезы, это переживания, это нервы, это стрессы. Этого просто не высказано. После того, когда Алексея вообще отказались лечить, даже в Новосибирске, в Москве нам отказали, потому что была тяжелая стадия, четвертая. Я просто билась во все двери, куда только можно было. Шанс Алексею, который в тот момент даже не мог самостоятельно проглотить ложку каши, в итоге дали врачи из Томской онкологической клиники. После нескольких курсов лучевой и химиотерапии опухоль стала уменьшаться. Однако за отвоеванные у болезни рубежи приходится платить дорогой ценой. Химиотерапия, в курсе проходишь. Сплошные иголки, капельницы. И ужасное самочувствие после химиотерапии. То есть, это рвота, падение волос, снижение иммунитета, аппетита. Облегчить эти страдания способны специальные курсы реабилитации, за каждые из которых нужно заплатить 40 тысяч рублей. А требуется их в идеале столько же, сколько и курсов основного лечения. Единственный шанс собрать такие деньги для семьи Яковлевых – наказать рублем командование внутренних войск. Все же мы полагаем, что заболевание Алексей получил в период военной службы. Военные медики обязаны были его выявить. По какой причине этого не было сделано, нам неизвестно. Врач конкретно, майор, который меня обследовал, он говорил, что сколько тебе осталось до конца службы? Я говорю, меньше месяца. Говорит, ну, приедешь домой, говорит, обследуйся, и все это лечится. Говорит, все нормально, там, лазером терапии, это все лечится. Дискуссии о том, могли или нет эскулапы в погонах выявить онкологию, велись еще во время подготовки нашего первого сюжета. Медицинское начальство тогда упорно доказывало, об ошибке речи не идет. Тактика была абсолютно правильной. Все жалобы, которые были у него там высказаны, были интрируктивны, как хронический тензелит, и он, соответственно, лечился. Данных за онкологическое заболевание у него и не было. Понятно, что рак не самая распространенная в армии болезнь. Но неужели регулярные жалобы солдата даже не натолкнули врачей на сомнение в первоначальном диагнозе? Обращаясь в суд, Яковлевы делали ставку на заключение военно-врачебной комиссии, которую Алексей прошел, вернувшись домой. Они сделали там свои экспертизы и нам дали заключение военно-врачебной комиссии, что действительно заболевание получено в момент прохождения военной службы. Правда, позже выяснится, что такая формулировка не дает права на компенсации и даже не устанавливает прямой связи между болезнью и исполнением воинского долга. Поэтому Фемиде потребовалось еще одно экспертное заключение. Его результат стал громом среди ясного неба. Они утверждают, что это заболевание развивалось еще в течение двух лет до армии. Я жил обычной полноценной жизнью. Занимался спортом, занимался КВНом. Вообще, я это не замечал вообще. Впрочем, несмотря на протесты, этому заключению суд поверил, отказав защитникам Алексея в просьбе повторить экспертизу. Между тем, с выводами онколога из Петербурга не согласны некоторые его коллеги в Новосибирске. Как мы знаем из наших научных источников, чем моложе организм, тем быстрее протекает раковое заболевание. Наличие такого заболевания, конечно, за два года у молодого человека должно было привести уже к смерти. Стрессовая ситуация и те явления, о которых я говорил выше, к сожалению, сопровождали его последние 3-4 месяца, это я дало толчок к развитию онкозаболевания. Чего-чего, а стрессов в армии хоть отбавляй. У Алексея даже есть подозрение, что болезнь мог спровоцировать конкретный конфликт. Однако доказать это было все равно, что совершить чудо. И все же, как это ни странно для обывателя, тяготы военной службы, вкупе с ослабленным ею же иммунитетом, вполне могут спровоцировать онкологию. Резкое снижение иммунитета ведет к быстрому прогрессированию опухоли. Армия, конечно, не является курортом. Поэтому нужно сразу отдать отчет, что все проблемы, которые мы имеем, они связаны прежде всего с нахождением человека в той ситуации, в которой он был. Но как бы то ни было, суд отказал Яковлевым во всех требованиях, в том числе и финансовых. Между тем, раз больному становится лучше, врачи могут поменять ему группу инвалидности, в результате чего Алексей лишится бесплатной квоты на химиотерапию. С самого момента постановки диагноза Алексея всячески поддерживают его многочисленные друзья. В прошлом году они даже организовали в клубе его родного Тагучина благотворительный концерт для сбора денег на лечение. Здесь люди собрали самые... те, кто знают Алексея. По армию надо дать шанс. Обязательно. Не только шанс, а... У него есть право. 25 шансов, наверное, из 25. Впрочем, Алексей и сам не намерен сдаваться. Уже сегодня он думает о новом судебном процессе. Теперь против военкомата. Ведь если допустить, что парень уходил в армию, будучи больным, вопросы появляются уже к призывной комиссии. Те, кто хочет помочь нашему герою, вскоре смогут найти необходимые реквизиты на сайте программы. Субтитры создавал DimaTorzok